Продолжение следует... Продолжение следует... Ну, во-первых, большое спасибо, что вы пригласили меня на эфир, потому что вопрос оказания специальных социальных услуг инвалидам – это вопрос актуальный. Он стоит всегда на повестке дня. И вот на сегодняшний день возникают, может быть, даже больше вопросов, чем нежели те ответы, которые я сегодня дам. Что такое специальные социальные услуги? Это те услуги, которые оказываются инвалидом за счет государственного бюджета для улучшения качества жизни. В том числе мы сегодня говорим о развернутох о транспортных услугах. Вот сами по себе транспортные услуги – это не просто, что кто-то захотел, они, знаете ли, регламентируются законом. У нас есть постановление правительства номер 754, в котором говорится о перевозке инвалидов, собственно, тех инвалидов, кто не может самостоятельно передвигаться, кто не может добраться до городского общественного транспорта, до остановки. Вот государство позаботилось, и вот на сегодняшний день есть такая программа, мы в обиходе называем его инвотакси. То есть это спецмашины, которые подвезут человека с инвалидностью от двери до двери. Вот это и называется оказанием транспортных услуг. Все эти услуги оказываются безвозмездны. И вот служба инвотакси, которая существует не первый год у нас в октябре, это как-то вот тот самый проект, с помощью которого реализуются, это понятие оказания транспортных услуг инвалидам? В общем-то, этот проект был придуман в 2004 году. У нас в то время был такой, знаете, вот очень инициативный, активный депутат Гурмазлихата Сагеев Истархан Сухамбекович. И вот когда он увидел, вот с какими трудностями сталкиваются те, кто не может сесть в обычный автобус, он подъехал в качестве депутата к нам. Говорит, Курлая, давайте что-то как-то вот подумать. Да не может безвыходных ситуаций вот таких быть, что вы не можете ездить по городу? Вы знаете, он взял газель, ее переоборудовал, в то время придумал вот эти вот салазки выдвигающиеся. Мы, значит, не пересаживаясь, не нанося себе дополнительные травмы, мы по этим салазкам поднимались. И вот эта одна газель успевала по городу возить тех, кто учился там. Кому-то надо было к врачу, в суд, прокуратуру. Но время же движется, жизнь такая динамичная. Сейчас настолько все активизировались вокруг, что одной машины крайне недостаточно. И вот на сегодняшний день у нас есть две спецмашины и три машины резервные. То есть мы можем, если много бывает заявок, пустить сразу пять машин. Ну что значит специализированные? Допустим, человек, вот есть некоторые граждане с инвалидностью, их пересаживать нельзя. По, значит, силе специфики заболеваний, но нельзя их дергать, трепать нельзя. Их нужно только закатить в коляске и выкатить. И вот эта спецмашина, гидролический подъемник, мы туда закатываем. Значит, привезли, завезли. Человек нетравмирован, получил услугу транспортную за счет бюджета и доволен жизнью. Это то, получается, более 10 лет существует эта услуга? Да, 2011 год. 2012 год. Социальный заказ, который также сейчас размещается, что он на себя предполагает? Ну, в принципе, вот все время, все эти годы, вот Министерство труда, вот сейчас и те годы сейчас, работает над тем, вот как бы расширить, разнообразить перечень услуг. И вот с 2012 года, вот мы лично в октябре, вот в рамках государственного заказа выполняем транспортные услуги. Это означает, что бюджет оплачивает вот эту услугу через, размещая госзаказ в НПО, это может быть любой НПО, который имеет опыт работы, у которого есть материально-техническая база, у которого есть потенциал специалистов, для того, чтобы оказать вот эти услуги инвалидам, кто нуждается. И вот этот госзаказ, в общем-то, в принципе, это такая хорошая альтернатива, это такой, знаете, вот, ну, альтернативный вид городского общественного транспорта, потому что, как вы знаете, у нас есть решение Маслехата, у нас инвалиды первой, второй, третьей группы имеют право бесплатного проезда на городском общественном транспорте. Но тот, кто не может добраться, тоже за счет бюджета на машинах инвотокси доберется туда, куда ему надо. Предположим, даже этот человек, ну, понятно, передвигается на коляске, но закон же не запрещает ему пользоваться общественным транспортом в этом плане. То, что они не оборудованы, это проблемный вопрос? Ну, в принципе, изначально... Инвотокси решает это. Вот изначально был смысл такой, у человека должен быть выбор. Вот кто-то принципиально не хочет ездить на инвотокси. Он может сеть на городской общественный транспорт. Для этого весь городской общественный транспорт должен быть оснащен низкопольными автобусами. Мало того, что автобусы низкопольные, для этого должна быть адаптирована еще и остановка. И вот на сегодняшний день, я хочу сказать не только о городе Ахтубе, но по всему Казахстану данная проблема не решена в полном объеме. Поэтому приближенно к потребностям инвалида была запущена программа службы инвотокси по всем городам Казахстана, в том числе в Ахтубе. Кто имеет первоочередное право на получение этой услугой? Вы знаете, мы в принципе, что такое госсобзаказ? Это означает, что есть заказчик, есть поставщик. Вот наш заказчик, бюджет. Мы составляем договор с городским отделом занятости. Они определяют сумму, часы и перечень. Кто имеет первоочередное право, значит, во сколько, как. Это не просто служба, как частное такси. Эта служба, она имеет филигранную огранку в своде законов, правил, нормативов. И в первую очередь мы возим тех, кто учится, кто работает. Даже вот есть такие у нас заявочки, на год подают. Есть такие заявочки, например, вот ребенок учится в специализированной школе. А когда бывает вот окошечко крайне редко, человек может поехать и за покупками. Человек может выехать, допустим, в парк, подышать воздухом. Но из-за того лишь, что автопарк крайне маленький, машин, спецмашин, мы не можем удовлетворить все запросы, все запросы вот граждан города. А кто бег к большому сожалению. Есть телефонный звонок 222-333, телефон прямого эфира. Звоните, задавайте свои вопросы. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Слушаем вас. Куралла, я хотела у вас узнать, где находится ваш офис или как? Или битационный центр. У меня потом несколько вопросов, но я хотела пристреть это все с вами решить. У меня тяжеловато с вопросами. Сейчас я не буду задавать. Вы знаете, пожалуйста, это Моресева 4З, первый этаж. Это район стадиона «Химик». В любое время. Телефон 24-36-39. 24-36-39. С 1 июля, Куралла Базарбаевна, не повысились обещанные пособия инвалидам, но и заработная плата, понятно, госслужащим. По этому поводу, особенно по поводу того, что спецпособия не были изменены в размере. Как только наступила 1 июля, как только выяснилось, что пособия по инвалидности не повысится, зарплата госслужащим не повышается, естественно, пошел шквал звонков, ну, как бы и от инвалидов, и от журналистов. Всем было небезразлично, почему так произошло. Ну, на этот счет я хочу сказать следующее. Вот, скажем, ваши интересы, мои интересы. У нас есть депутаты, которых мы выбирали, которые лоббируют наши интересы, которые должны представлять наши интересы. Я все время думаю, что наверху сидят аналитики, наверху сидят хорошие экономисты, профессионалы, которые считают, высчитывают, на какой промежуток времени хватит вот моей пенсии, кому сколько, чего. Это целая армия сидит исследователей. Я вот как получатель пенсии, я конечный пункт. Вот эти вопросы нужно задавать законодателям, нужно задавать тем, кто сидит наверху, так же, как и я, за счет бюджета, и должен лоббировать, прежде всего, мои интересы. А вы будете адресовать, соответственно? Мы адресуем. При каждой возможности мы ставим эти вопросы, но вместе с тем мы, я вот как общественник, я понимаю, если произошло так, в стране там жесткая экономия, следовательно, мы не можем оторваться от каких-то вот вещей, которые происходят в мире, и стараемся относиться с пониманием. То есть активности с ограниченными физическими возможностями, можно сказать, вошли в положение и даже готовы потужить. Вы знаете, вот прежде всего, вот любой человек вот в этом мире здравомыслящий, он прежде всего ценит мир. Он прежде всего понимает, вот как бы понимает нутром, что вот этот период можно пережить, вот это можно перетерпеть. Это в конце концов будет, потому что что-то вот на абордаж идти, это крайне последняя мера, ненужная, ни к чему хорошему она не приведет. Поэтому я надеюсь, что обещанные выплаты, они в конце концов поступят, и мы получим повышенные пособия, повышенные зарплаты, надо чуть-чуть потерпеть. Есть телефонный звонок, послушаем телезрителя. Добрый вечер, задавайте свой вопрос. Вы в эфире, мы вас слушаем. Здравствуйте, я вот хочу переговорить с Курайлой, конечно, она тоже бьется, бьется, но ей помощь тоже, наверное, нет никакой. Я насчет того, что вот у них стоит этот дом, офис называется, там есть. И вот мне непонятно, так было хорошо, этот домик стоял, рядом еще один. И надо же, я не знаю, кто там, нашелся такой умный человек, начал строительство, прям закрытый, буквальным образом сейчас строительство идет этого дома. Я слышал, что якобы это хозяин Глеб, его строительство. Неужели вот этот дом, эти несчастные, сколько там квадратных метров, это же люди туда подъезжают, уезжают, те же дети. Все, вопрос с понятием, программа заканчивается, поэтому будем, как говорится. Спасибо вам большое. Это не проблема, это решение проблемы. В этом доме тоже будут жить какие-то люди, граждане нашего города. Спасибо. Куриоза Назарбаевна, ну, о курьезе хотелось бы спросить. Вы человек очень активный, занимаетесь общественной работой, проблемы, проблемы, бывают какие-нибудь курьезные случаи? Или все-таки... Вот поскольку мы сегодня говорим вообще о показаниях транспортных услуг, курьезные случаи бывают. Вот самый такой недавно смешной случай. Диспетчер звонит нетрезвая женщина и говорит, мне срочно такси с этого пункта, но вот туда-то меня надо отвезти. Естественно, диспетчер не принимает такой заказ, потому что есть правила, есть процедуры. Нужно подавать заявку за 24 часа, нужно формировать маршрутные листы. Это очень такая процедура сложная, потому что просто так, это не час на такси взять, поймать и поехать. Диспетчер объясняет, вы нетрезвые, я слышу по голосу. Я ваш заказ не приму, а он говорит, я буду жаловаться на вас, Назарбаеву. Нам было смешно. Пробозреваем. Остаются буквально считанные секунды. Если бы, ну, простите, если не прозвучит это как-то некорректно, если бы не несчастный случай, кем бы вы стали? И какая у вас есть мечта? Давайте с мечты. У меня столько планов. Я мечтаю о долгой жизни. Прежде всего. А если бы не несчастный случай, я думаю, возможно, я сегодня занималась тоже тем же, чем сейчас, но в более широком масштабе. Ну, в таком случае, в любом, скажем, проблема будет решена. Спасибо большое. Которую мы озвучивали сегодня. Будем приезжать с телезрителями. С вами Буряк Морал Майкузова, также Курлая Базарбаевна Байменова, председатель общественного объединения Центра поддержки парализованных граждан города Ахтубе. Спасибо за внимание. Сейчас реклама, после которой были Башнакатова, ознакомят вас с итоговыми новостями на казахском языке. Спасибо. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok